Неверное действие во время забора крови может подорвать здоровье и самому донору, поэтому трансфузиолог обязан иметь совершенную подготовку. Так говорят те, кто любимому делу отдал всю жизнь. В службе крови работают только самые-самые люди, все знающие. У нас никак иначе нельзя, потому что за нами стоят люди, которые после нас остаются. У нас почти все, да не почти все, с высшей категорией работают. У нас очень много людей, которые работают, и все доноры почти, все почетные доноры уже неоднократно, то есть пересдавали кровь, если что-то кому-то нужно, то есть мы идем в первую очередь. Мы обследуем донорскую кровь на инфекции, ВИЧ, гепатиты, сифилис, то есть выдаются в лечебную сеть уже заведомо обследованная кровь. В этом заключается главная наша задача, чтобы кровь поступала уже в лечебную сеть обследованную. Мы медики, наш труд в принципе не заметен, а здесь сейчас, в данный момент, очень приятно получить награду, очень трепетно, очень волнующе. В зале по случаю юбилеев службы крови сегодня трансфузиологи из Барнаула, где находится единственная в крае организация по приему донорской крови, а также их коллеги из Бийска и Рубцовска. Здесь же гости из Москвы, которые прибыли на научно-практическую конференцию с докладами. Из последних тенденций совершенствуют не только систему забора, но и переработки крови. Когда мы забираем цельную кровь, мы ее делим отдельно на эритроциты, мы ее делим на плазму, мы ее делим на тромбоциты, и есть еще один такой компонент крови, как криопрецепитат. То есть мы из одной дозы крови делаем четыре различных компонента крови. И у каждого пациента потребность в разных компонентах крови. По словам специалистов, запасов крови в крае достаточно. На сегодняшний день мы преимущественно работаем в таком формате, как кроводача. У нас в регионе запасов крови достаточно для того, чтобы оказать плановую медицинскую помощь. И при необходимости дополнительно экстренную помощь мы тоже можем оказать не одному десятку еще пациентов. Если мы где-то в среднем 32 тонны готовим в год, то на сегодняшний день это около 16 тонн мы уже заготовили. Трансфузиологи говорят, для каждого рецепиента важно учесть индивидуальную совместимость донорской крови с его собственной. И даже при достаточном количестве крови в хранилищах порция свежей донорской никогда не окажется лишней. Вот сейчас проблема с СВО, чтобы были обеспечены кровью все наши бойцы, то приходят, конечно, именно для этого, чтобы помочь людям, детям. У кого-то родственники, у кого-то родители, у кого-то дети. Ну и плюс ко всему просто приходят вот именно для того, чтобы помочь людям. Ну а сегодня наградили самых достойных. Правда, не доноров, а тех, кто их кровь принимает, перерабатывает и хранит для других. В их честь звучал русский камерный оркестр. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев, День с толком.